В некоторых странах власть ценят за ум и умение улучшить качество жизни своего народа. В других — за гарантии безопасности жизни в стране. Третье — за возможность реализовать себя простому жителю. Четвертое — за демократические ценности. В общем, за все то, чего в путинской России нет. Вместо высокого качества жизни — разруха. Вместо безопасности — теракты и смерть, которая может настигнуть где угодно и кого угодно. Вместо самореализации — тотальная безработица и алкоголизм. Ну а демократия, которая могла в России появиться в конце 90-х с приходом Путина, покинула Россию навсегда. И все это усилилось с началом войны в Украине, когда в России моментально проснулся весь, взращенный Путиным, фашизм. Ненависть, агрессия, доносы и железный занавес. Вот и все, к чему привел Путин Россию за 23 года своего правления. Но на чем же тогда держится эта власть? Давайте откроем матрешку и разберемся, за что россияне любят Путина. Один из столбов, на которых держится власть Путина, на самом деле никакого отношения к достижениям не имеет. Путин хорошо знает — газ — это деньги. А деньги Путин любит. В путинской России все держится на газе. Российские олигархи из «Газпрома» стали самыми богатыми благодаря газу. А Путин сумел превратить смесь углеводородов в настоящее оружие и средство превосходства над миром. И средство шантажа. «Газпром» объявил о полной остановке газопровода «Северный поток» на неопределенный срок. Перекрыв газ Европе, «Газпром» наслаждается собственным величием и властью. «Зима будет большая, вот взгляни-ка за рекой». В клипе узнали кадры города Красноярск, который до сих пор полностью негазифицирован. Газовая страна, которая привыкла шантажировать теплом весь мир, не сумела дать тепло даже своим жителям. У нас, к сожалению, большое количество школ еще не газифицировано в стране. Я вот смотрел справки, даже, честно говоря, удивился. Теперь, после удивления, он нашел выход и заставит чиновников на местах газифицировать всех и вся. Нет, ну, как всех? Избранных и послушных. Например, тех, кто поедет воевать в Украину, наградят газом. И это уже происходит в Чувашии. Глава региона подписал указ о мерах поддержки членов семей бойцов, проходящих военную службу в батальоне связи. В школах детей из таких семей будут кормить бесплатно два раза в день. Также ученики получат именные стипендии главы Чувашской республики. Сейчас в разработке находятся вопросы до газификации домов, в которых проживают семьи бойцов батальона. То есть Чувашия республика в составе самой газовой страны до сих пор не обеспечена газом. Зато бабы здесь родючие. Батальоны есть кем формировать. Но есть момент. Сейчас в разработке находятся вопросы до газификации домов, в которых проживают семьи бойцов батальона. То есть проект только в разработке. А ехать умирать нужно прямо сейчас. Но это путинская Россия. Газовый шантаж для Кремля – норма. Правда, в последнее время этот столб путинского режима, мягко говоря, зашатался и вскоре может рухнуть. Если присмотреться, то кажется, что сам Путин расшатывает его или пилит сук, на котором сидит. Другими словами, делает все для собственного самоубийства. Именно об этом могут свидетельствовать случайные смерти газпромовских олигархов. Так что, возможно, такой же случайной и нелепой станет смерть путинского режима? Хлеба и зрелищ кричали в Древнем Риме. В современной России хлеб заменили на водку. Показатель заболеваемости с диагнозом алкоголизм и алкогольный психоз в 21-м году составил 122,6 случаев на 100 тысяч граждан. Но это много. А вот зрелищ пьяный народ требует с двойной силой. В Древнем Риме жестокие кровавые баталии собирали полные арены людей. Пьяная Россия недалеко ушла. Кровавые зрелища здесь любят не меньше древних римлян. И Путин хорошо это понял с самого старта своего правления. Взрывы многоэтажек в Москве практически ознаменовали собой приход новой власти. В результате терактов более 300 простых россиян погибли. Более 1700 человек получили ранения различной степени тяжести. Дома подрывали ночью. Все по мафии, когда город спит. В ночь на 9 сентября 1999-го здесь происходит теракт. Взрывается жилой дом. Еще через 4 дня взрывается еще один жилой дом. Тоже тут в Москве, неподалеку на Каширском шоссе. Тих-тих-тих, парень, шевелись. Еще через 3 дня взрывается жилой дом в Волгодонске. Далее были все более яркие и невероятные теракты. Чего-чего, а зрелищ Путин для россиян не жалел. Неизвестные в масках и с автоматами ворвались на сцену прямо во время показа. Столкнули актеров в зал. Среди рядов зрителей – смертницы с поясами тротила. В руках – кнопки. На сиденьях – баллоны с фугасом. За событиями вокруг теракта на мюзикле «Норд-Ост» россияне наблюдали более 50 часов. Заложниками стали и зрители, и актеры. А спасать их, по всем правилам драматургии, приходили народные любимцы во главе с Кобзоном и Пугачевой. Спецакль отменили. Обидно, конечно, но, наверное, стоит, потому что беда, в общем-то, она общая. У Пугачевой свое отношение к случившемуся, неожиданно серьезное. Я бы не хотела, чтобы даже бутафорские выстрелы звучали сегодня вот со сцены. Закончилось это зрелище традиционно, в путинском стиле. Жестоко и кроваво, как и любили в Древнем Риме. Ну или в современной России. И, как любит Путин, в театральном центре провели спецоперацию. А потом случилась спецоперация, которой ни до, ни после не было нигде в мире. В зал с террористами и заложниками пустили газ. Какой? До сих пор никто не знает. Как вообще террористы с таким количеством оружия попали в центр Москвы? Отчего на самом деле погибли заложники? Можно ли их было спасти? Остановить кровавые аппетиты становилось все сложнее, как и удивлять зрителей. И через два года Путин устроил один из самых жестоких терактов в истории России. Расстрел школы в Беслане. На прямой связи с нами наш специальный корреспондент в Северной Осетии Маргарита Симонян. Маргарита, какие у вас новости? Рассказывайте, пожалуйста. Да, Михаил. Действительно, ближе к вечеру наконец был установлен контакт с боевиками. И поэтому теперь есть некоторая информация изнутри. Она заключается в том, что с детьми обращаются сносно, их выводят в туалет. И им предлагают воду и питье. Их держат отдельно от взрослых. Это известная ныне российская пропагандистка Маргарита Симонян, которая уже тогда начала активное служение Путину и распространяла информацию выгодную власти. Как стало известно позже, она соврала. И о количестве заложников, и о том, что дети находятся в нормальных условиях. Да и о том, что террористы не выдвигают никаких требований. Потому что стоит нам позволить себя шантажировать и поддаться панике, как мы погрузим миллионы людей в нескончаемую череду кровавых конфликтов. Россияне смаковали количество жертв кровавых новостей, совершенно забывая о том, что было невыгодно власти Путина, безработицы и голоди, очередях и инфляции. Обо всех проблемах некогда было говорить, да и неудобно как-то. Вот у людей какая беда, нам-то еще ничего. Там люди страдают, а мы тут на инфляцию жалуемся. Там реальное горе, а мы о бедности плачемся. Стыдно, товарищи! Еще один верный столб, на котором стоит путинская власть, это победа над врагами. Сегодня мы должны быть вместе. Только так мы победим врага. Но чтобы победить врага, в путинской России нужна вовсе не отлага. Нужен враг. И Путин с удовольствием создавал его для своего народа. И впоследствии воевал с ним, развязывая одну за другой кровопролитные войны. И русские Путину верили, ведь победить врага – это настоящий героизм. То, за что не стыдно умереть. Русский человек всегда готов умереть за высшую цель. Но мы должны быть готовы. И они готовы. Поднимать боевой дух и нападать на врага. А враг находился везде. И в соседних государствах. Враг был и немного дальше. Вторая Чеченская война, которая происходила уже при Путине, стала невероятно кровавой для гражданского населения. В Грузии от рук путинской армии погибло около трех тысяч человек, половина из которых – мирные жители. В Сирии против врага Путин использовал не только бомбардировки, но и химическое оружие массового уничтожения против мирного населения. Враг нашелся и в Украине. И, как показывают истории из Бучи, Мариуполя, Херсона, эта война точно так же ведется очень трусливыми методами и направлена в основном против безоружного гражданского населения. Потому что бить врага и смелость в России не одно и то же. А воевать, чтобы отвоевать у врага стиральную машину, вполне в стиле путинского режима. Величие. Слово, которое так любят в России, которое так греет душу простых россиян. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Глава колонны попала в засаду, командир ползая погиб. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Одна из колонн возле Николаева. Вот то, что осталось от наших братьев. Иди, пришли нас спасаты. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Триумф и возрождение вполне нормально, если учитывать, что в современной России принято изъясняться оруэловским новоязом. Отрицательный триумф в современной России повсюду. В промышленности. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. В уровне жизни. В свободе слова. Журналисты и советники главы Роскосмоса приговорили к 22-м годам колонии строгого режима и штрафу в полмиллиона рублей. В свободе собраний. Прибежали работать в полицию. Триумф доносов. Россияне написали почти 150 тысяч доносов на фейки о военной операции на Украине. И отсутствие независимых СМИ. Руководство статей 185 КСРФ суд решил признать недействительные регистрацию средств массовой информации газеты, новые газеты. Здесь вместо СМИ одна сплошная пропаганда. Вы агрессор, мы нет. Мы люди приличные и приятные. Говорите за себя. Пропаганда, которая оправдывает убийство мирных жителей и любые действия диктатора. Зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. А еще путинская Россия вошла в десятку самых коррумпированных стран мира. Но при этом половина населения здесь находится за реальной чертой бедности. Где 35 миллионов живут в нищете. А у друзей Путина изымают по 11 дворцов в Италии. Путинская Россия стала нерукопожатной во всем мире. Получить краткосрочную шелгенскую визу россиянам теперь станет сложнее и дороже. А перечень союзников, которых Путин считает друзьями России, поражает не меньше. Дружественных нам государств Бурунди, Гвинейской республики, Камеруна, Мали, Судана. Российский паспорт стал черной меткой. Я хочу, чтобы он сгорел. Месяц из Кремля. Кто? Путин! 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 А вся Россия государством-террористам, которые проклинают по всему миру. Путин закопал Россию. Похоронил ее. Но простой русский Ванька вряд ли осознает это. Ведь для Ваньки Путин царь, которому позволено все, даже уничтожить самого Ваньку. Жить надо ради того, за что можно умереть. Это я, принимая контроль. Из Слона. Из эргономических кейбордов, из чиновников и сак-а-шит и сак-а-шит